Всем-всем наидобрейшего, наидобрейшего утречка. Вы нас извините, последнее время мы с вами редко выходим на связь. Но состояние у меня просто отвратительное. Да, хвосты, конечно, не дают расслабляться. Вот они, разбесились, разбесились. Но прям всё очень с большим трудом даётся. Соболь, Соболь, чш, ну-ка, ты чё такой? С мамкой разбесился. Дай я про мамку, про Лялечку скажу пару слов. У Лялечки была небольшая грыжа. Но мы сколько ходили к ветврачу, нам сказали, что не нужны операции, потому что она прямо выпукляется чуть-чуть, чуть-чуть, то есть всё хорошо. А последние дни я стала замечать, Лялечка, покажешь животик? Животик покажешь? Ой, тетя лавака, сябака. А последние дни я стала замечать, что она как бы стала такая яркого цвета, красного. И стала сильно выпукляться. Вот они у меня тут это. И мы записались к хирургу и поедем к хирургу. Лялечка, он тебе прямо хвост там в глазик делает. Потому что меня уже это начинает пугать. В общем, какой-то у нас дом инвалидов. Я болею вся кривая, косая, горбатая. И вот стала переживать за Лялечку. То есть как бы её так ничего не беспокоит. Чувствует себя хорошо и ест хорошо, и бесится, как обычно. Ну, в общем, ведёт себя, как обычно. Да, но вот это вот то, что грыжка у неё стала выпукляться так больше, и цвет такой яркий стал, красный. Меня это прямо сильно напрягает. Поэтому мы записались на приём к хирургу. Да, поедем к хирургу, пусть нас посмотрят. То есть я объяснила по телефону, в чём моё беспокойство состоит. Спросила, к кому записаться. То есть и нам сказали, что это нужно сразу же идти к хирургу. Ну, чтобы не ездить просто на первичный приём, и чтобы потом нас не отправили ещё к какому-то специалисту. Так что вот такие вот у нас дела. Ну, а мы всех целуем, обнимаем очень сильно. И всего самого лучшего желаем. Да, хорошего дня и прекрасного настроения. Доброго утра, конечно же. Да, доброго принадобрищего. Всех целуем, обнимаем. А, милушка, гроза у нас дома стала, да? Гроза ты дома стала. Гроза, гроза, грозная собака. Маленькое, но очень-очень грозное животное.